Доброе время суток, друзья! В этом уроке я расскажу вам, как добавить новые облики для ваших моделей и что такое C-Box, он же Bounding Box. Поехали! Без лишних слов загружаем программу, которую можно найти в описании к ролику, и запускаем её. File Open. Выбираем нужную MDL модель. Разумеется, она должна быть вне ВПК архива. Модель загружена, её свойства и, самое главное, скины видны. Чтобы добавить новое обличие, нажмите на кнопку New Skin. Готово! Теперь нужно указать имя вашего материала, если он лежит в той же папке, что и оригинальная текстура. Добавляем текстуру в список и у второго скина выбираем новый материал как основной. И если по какой-то причине ваша текстура находится в другой папке, то нужно дополнительно добавить к ней путь. Осталось только сохранить модель и протестировать её в игре. Всё просто и быстро, как всегда. Прежде чем перейти к следующей теме, я попрошу вас стать нашим подписчиком, если вы таким не являетесь. А также включить проклятый колокольчик Ютуба. Тем же, кто хочет реально поддержать наш проект, я могу лишь напомнить о реквизитах для доната. Возможно, в будущем мы реализуем платные подписки, где вы сможете получать дополнительный контент. А пока продолжим. Что такое AC-бокс и почему я его отождествляю с B-бокс? Прежде чем вникнуть в подробности, требуется объяснить принцип рендера моделей в Source Engine. Когда игрок отворачивается от модели, то её визуальная часть отключается. Именно поэтому вы замечаете такой разный FPS. Если бы рендер не отключался, то FPS всегда бы оставался на самой низкой отметке в любой части локации. Словно вы смотрите на стену и видите модели, которые находятся позади неё. Как же происходит оттечение рендера? Когда вы компилируете любую модель, Source автоматически генерирует вокруг неё особую коробку под названием B-Box, которую видит только сам движок игры. Когда эта коробка оказывается вне поля зрения игрока, модель прекращает быть видимой. Говоря простым языком, это похоже на окклюдер, который работает наоборот. В отличии от C-Box, B-Box отвечает не только за рендер модели, но также и за просчёт её коллизии. Открыв свойства PropStatic, вы можете выбрать тип коллизии. Реальный V-Physic или же B-Box. Это очень важно помнить, если вы решите делать B-Box, форма которого будет отличаться от оригинала. Поэтому, если вы хотите изменить только границы рендера модели, то лучше использовать C-Box, который не связан с коллизией. Наконец, перейдём к тому, как генерировать C-Box. В кусе файле вашей модели нужно дописать специальную команду C-Box, после чего ввести координаты от центра вашей модели по трём векторам. X — это толщина, Y — это её ширина, а Z — это высота. Не бойтесь, сейчас вы всё поймёте. Скомпилируйте свою модель и разместите её по центру координат редактора Hammer, таким образом, чтобы её центр модели совпадал с перекрестием зелёных линий. А дальше создаёте прямоугольную коробку вокруг модели. Разрежьте объект на две половины, верхнюю и нижнюю. Поздравляю, теперь вы знаете, что вписывать для вектора Z. Минимальное и максимальное значение есть. Далее нужно выделить любую часть коробки и разделить её по оси X. Готово, вы имеете нужные координаты. Наконец, выделим последний фрагмент и тоже его разделим. Вот так по-дурацки всё просто. Ваш C-Box готов. А зачем мы это только что делали, если игра и так автоматически создала бы то же самое? Да для того, чтобы понять, как всё устроено. Чтобы в случае, если вам нужен C-Box определённой формы, вы знали, как его сделать. Вот пример автоматического C-Box. И созданного мной. Как вы видите, рендер происходит только в прямой видимости модели. К сожалению, C-Box зачастую полезный только для тех моделей, что используются как недосягаемые декорации. Во всех остальных случаях для отрезки рендера проще использовать аэропортал. А на этом наш урок подошёл к концу. До новых встреч и удачи, томодачи!